Йо, с вами Борис Ордин. Частенько под видео и на стримах читаю вопрос о том, почему Т-1000 ведет себя противоречиво относительно своей сути, жидкого металла. В этом ролике постараюсь разъяснить этот момент. Да, в своей терминатории я и так подробно объяснял суть этого андроида, а также его коллег из продолжений и комиксов. Но в силу того, что многие зрители спрашивают и спрашивают, решил расставить точки над И. Чем же является 1000 серия по своей структуре? Несмотря на то, что внешне он во время своих трансформаций действительно напоминает жидкий металл, кроме визуала сходств больше нет. Некоторые считают, что если он становится мягким, например, для прохождения сквозь прутья решетки, то ему нужно накалить себя, чтобы, так сказать, расплавиться, как это было бы в сталелитейном цеху или кузне. Соответственно, для приобретения более твердой формы, он якобы нуждается в быстром охлаждении. Это совершенно не так, и дело вот в чем. В отличие от того же 800, чей каркас это пусть и футуристический, но гиперсплав, Т1000 вообще не состоит из металла. Да, визуально абсолютно похож, хромированный цвет добавляет сходства. Однако, похожесть и суть не одно и то же. Есть жуки, которые неотличимы от листьев деревьев, при этом листьями они определенно не являются. Другие жуки выглядят как ветки, но опять же, это не ветки, они просто выглядят так. Тогда из чего же сделан сложно убиваемый гад? Из мельчайших нанороботов, которые действуют в связке друг с другом и на молекулярном уровне способны влиять на структуру целого объекта. Именно благодаря этим микроскопическим нанитам продвинутый прототип Скайнет стал идеальным инфильтратором. Ведь он может превратиться в кого угодно, максимально подвижен и при желании даже незаметен. А что если его потрогать? Каким он будет на ощупь? В сериале Хроники Сары Коннор есть момент, когда дочь Кэтрин Уивер сидит на коленях у Т-1001 и заявляет, что ее ноги холодные. Многие фанаты полагают, что терминаторы этой серии в принципе не способны имитировать тепло. Вот только я с этим не согласен. Во-первых, Кэтрин могла просто не придавать значения температуре тела и после заявления дочери исправить данную оплошность. Хотя я по жизни мерзну и порой мои конечности реально ледяные. Это же не делает меня терминатором. Во-вторых, есть в лоре термо такой немаловажный элемент, как машина времени. Создавая темпоральную сферу, она может перемещать исключительно органику. Ну или не органику, но спрятанную внутрь чего-то живого. Изначально в Т-2 Джеймс Кэмерон хотел показать хронопортацию злодея в своеобразном биококоне, который защитил бы его от временного стирания. Кстати, в 92 году Фрэнк Миллер использовал эту идею. В его комиксе-кроссовере «Робаков vs. The Terminator» Алекс Мерфи из будущего в прошлое прыгнул с помощью некой биомассы. Правда, Кэмерон Покумеков решил отказаться от данной затеи. Он придумал следующее объяснение. Засланец SkyNet настолько продвинут, что в состоянии и сам имитировать все, что нужно для машины времени. По закону физики, вселенная термо перемещается лишь органика. Соответственно, Т-1000 как раз и становится практически органическим. По крайней мере, ровно настолько, чтобы у него не возникло проблем при переходе. Если нанороботы способны такое проделывать, то и тепло они имитировать могут. Таким образом, прикоснувшись к Тысячному, разницы между ним и обычным человеком ты не заметишь. Если, конечно, он этого захочет. Кто-то может сказать, при чем тут эти ваши наниты, если в фильме про них не упоминалось. А вот про жидкий металл очень даже. Да, это так. К 91 году, когда вышел Судный день, слово «нанороботы» было известно уже как несколько лет. В 86-м американский ученый Эрик Дрэкслер, рассматривая возможности их создания в книге «Машины создания грядущей эры нанотехнологии», ввел термин «наноробот». Так что Джеймс вполне мог вдохновляться подобными технологиями, при этом не называя их, и использовав для разъяснения другие слова. А сам принцип нанита вообще известен был еще гораздо раньше. И вот тут мы подходим к основной причине определенных заблуждений русскоязычных поклонников. Перевод, который был сделан, местами казался ошибочным. Например, Сара заявляет, что во время восстания Скайнэнд был убито 3 миллиона жизней, хотя на самом деле 3 миллиарда. Не каждый день узнаешь, что ты ответственен за смерть 3 миллионов человек. 3 миллиона – это тоже много, но не критично для цивилизации. А вот половина населения в 97-м, погибшая в результате атомных взрывов со всеми вытекающими, уже другой разговор. Во время езды на мотоцикле 101-й рассказывает Джону Коннору о преследователе. Звучит это следующим образом. А тот второй парень, он тоже Терминатор? Не совсем. Модель Т-1000, усовершенствованный прототип. То есть он более современная модель? Да, мимикрирующий жидкий металл. И что это значит? Жидкий металл. Этот важный момент в переводе извращен. Терминатор просто повторяет словосочетание. Теперь послушайте оригинал. Сначала Терминатор говорит, мимикрирующий полиаллой или полисплав. А затем на непонимание парнишки поясняет, ликвид металл, жидкий металл. Это упрощенное объяснение, чтобы 10-летний подросток лучше вкурил матчасть. Без всяких сложных технотерминов, коль он сразу не понял, что же такое мимикрирующий полиаллой. Ну и зрителям так легче. Даже фигурки в дальнейшем стали называть ликвид металл. Но общего непосредственно с жидким металлом у Т-1000 только то, что он в некоторых фазах схож чисто визуально. А в твердом состоянии клинки неотличимы от обычной охлажденной стали. Опять же, если вспомнить расширенную версию, там антагонист на заводе начал якобы расплавляться. Некоторые ошибочно полагают, что это результат высоких температур, негативно влияющих на его целостность. Но сцена с поручнем рубит это заблуждение на корню. Как сильно он должен быть раскален, чтобы плавить андроида? Это же поручень для людей, к тому же находящиеся на расстоянии от наиболее жарких мест стали литейного завода. Разгадка заключается в том, что его камуфляж просто заглючил, после того, как наниты заморозились, разбились, нагрелись и собрались вновь. И это не плавление, а сбойная мимикрия, когда от прикосновения начиналось непроизвольное копирование. Ну и часть художественного хода, объясняющего, зачем было требовать от Сары Коннор позвать Джона, был риск неправильно ее воспроизвести и отпугнуть пацана. Но я согласен, с толку расширенный финал сбивает довольно сильно. К слову, в 2018 появилась новость, что китайские и австралийские исследователи показали прототип жидкого робота, который может изменять свою форму и двигаться в узких пространствах. Устройство размером с ладонь состоит из пластикового колеса, небольшой литиевой батареи и капли жидкого галлия. Колесо робота вращается, когда жидкость изменяет центр тяжести, которая в свою очередь контролируется изменением напряжения через встроенную батарею. Один из специалистов Ли Сян Пен, профессор робототехники из университета Сучо, признался, что идею для разработки проекта они почерпнули из фильма «Терминатор 2. Судный день». По словам ученых, робота разрабатывают, чтобы он мог спасать людей из завалов, так как жидкая форма позволит ему пробираться в самые труднодоступные места. В дизайне нового робота китайские ученые использовали галлии – мягкий металл, часто встречающийся в электронных схемах и полупроводниках. Жидкие галлиевые сплавы выглядят как ртуть и имеют тенденцию принимать форму капли воды. Ученые запаяли капли жидкого галлия в трубке, позволяющей менять форму, и запустили пластиковое колесо. Оно контролируется током от батареи и способно менять направление на плоской поверхности. Конечно, это все далеко не терм, и исследователи говорят, что их проект может подвести людей на шаг ближе к мягким роботам, полностью соответствующим среде в живых организмах. «Крохотные нано-роботы могут доставлять лекарства от рака и выслеживать раковые клетки в человеческом теле благодаря своей гибкости и высокой энергоемкости», – говорит Ли Сян Пен, правда потом добавив, что их можно будет использовать и для военно-разведывательных целей. Минутка настоящей науки, ага, ну не мог умолчать, учитывая обсуждаемую тему. Подведем итог. Т-1000 состоит не из жидкого металла, а из нано-роботов, но из-за визуальных совпадений и звучного названия, данный термин очень удобно употреблять. Надеюсь, объяснил доходчиво. Если ваши друзья путаются, обязательно скиньте им этот ролик, пусть просвещаются. Ну и возможно буду делать подобные объясняющие видосы иногда, где можно разъяснять отдельные спорные вещи. Посмотрим. А вы всегда знали все эти фишки про жидкий металл? Напишите в комментариях. Ну и поддержите меня лайком, репостом и подпиской на канал Объект. Не зря же я стараюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok